Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! Внимание! Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы представляет в роли гражданина заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов. Проект закончился. И вот я вновь займусь искусством чистым. Я гражданином пробыл год и вновь хочу побыть артистом. В роли поэта, член Союза писателей Российской Федерации Дмитрий Быков. А я опять как конь в пальто. Хоть на проект поклали вето, меня теперь уже никто не принимает за поэт. В роли Юрия Гагарин с маленькой буквы в одно слово, медиа-менеджер десятилетия Российской Федерации Андрей Васильев. А мне от этих ваших правд совсем не грустно, если веришь. Я как и не был космонавтом, так и не буду им теперь. На этом официально торжественная часть, озвученная эфирным голосом, завершена. И далее будет обычный художественный бардак творческого вечера концерта. Первый пункт программы. Вчетвером заказываем тему залу. Лёш, давай, сбедим единое рабочее место и... Здравствуй, Крокус, Сити Хоу! Свет, зал! Последние, наши, показаны фокусы! И так как вы знаете, у нас не юзикл, вы должны задать тему новость. Быков здесь, исходя с места, ее напишет. Быков действительно напишет, не готовьтесь, чтобы вы это поверили, это зависит от вас. Да, вы должны... Лёнь, ты помогай там. Тех, кто... Подождите, секундочку. Те, кто не знает, это Андрей Васильев, который пробыл в начале этого века директором издательского дома «Коммерсант», а сейчас его выперли оттуда, и он прибавляет у нас в конференции. Ну вот, давайте мы сейчас... Мы не случайно свет в зале включили. Мы хотим, чтобы вы нам помогли с новостью. И лучшая новость, которой Дима не мог бы подготовиться. Потому что он очень страдает, когда его подозревают, что он заранее пишет новость. Он, кстати, то, что мы сейчас прочли, этот идиотизм, он буквально за 10 минут написал, потому что вчера забыл. Итак, какая-нибудь новость, давайте. В режиме ток-шоу в зале... Не вижу ваших рук, что называют. Новость? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. А что значит? Прохоров третий. Да, мы слушаем вас. Новость? Прохоров третий. Третье место. Прохорова. Бронский призер. Над кем? Над всеми. А, победа Прохорова. Я не знал, кто... Завязываясь в Лондон, а все утро, мы не знали. Лондонский УИК сообщает, называется. Лень, ну ты специалист по новостям, это новость как-то? Победа Прохорова. Пожалуйста. Кто тут медиа-менеджер десятилетия? Я на пенсии, тебе уже сказали. Да, вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И были слезы президента Германии. Хотят лишить. Президента Германии... А, слезы. А, слезы. Слезы еще предлагается. А также президента Германии еще раз, чего хотят лишить? Пенсии. Пенсии. Президента Германии хотят лишить пенсии. За, очевидно, его этот самый... Для нас не актуально еще идет на 6 насчет президента. Ростов вы не активны. Мне нравится вот это сочетание Прохоров-третий и поэтому слезы. По-моему, это хорошо. Подожди, давайте зал поддержим нас. Ввязывается вместе Прохоров-третий и слезы. Прохоров-первый в Лондоне и слезы в Москве Прохорова. Сильное место я нашел себе. Ну слезы, хорошо. А что там? Нет ничего. Я выключаю... Гриша у нас надежная, а не очень. Оставляю вас на суд, Леонида, с вами. Ну, в смысле, Андрея Васильева я на вас. Вот на суд это было двумя эскетами. А это будет несколько стихов, кстати. Это про суд несколько стихов будет, а про суд так много. Чувствуется, что ребята давно на корпоративах. Вот это Омск, Томск, Челябинск, Мияск, Новосибирск. Нет, последняя у нас была Таганрог, Ростов, Сочи. Я сейчас исключительно брал ведь шуток, которые невольно задали в первые жизнедеятельные минуты вечера. Леонид, я понимаю, ты дебютант, но мне да, я буду все-таки Леонид показывать. Значит, наш жанр ньюзикл, как можно сказать, ньюзикл, он состоит действительно, ну, надо сказать, ну, на 50% точно, а может и больше, из новости. И это мы уже убеждались, потому что, когда была неправильно, не точно выбрана новость, то это сразу чувствовалось на заходах в интернете, а иногда просто новость была плохая, объективно, и тоже было, в общем, кисло. Это мы за год уже убедились, но с первой новостью нам действительно очень повезло. Она почему-то за два дня набрала, что, 200 тысяч заходов. Какая была сенсация. И давайте я вам ее напомню. Это первая наша, первый номер художественной самодеятельности. Давайте мне четвертый сюжет. Вот. Это хомочки суд Москвы, где, значит, Ходорковского и Ливдеву впаяли по 14 лет. Но сенсации не было, как те кадры, которые вы увидите. Они вполне рутинные, там они обошли все телевидение. Ну, вот. Так что это более знакомые кадры. А вот сенсация произошла 14 февраля, когда секретарь суда Наталья Васильевна взяла и на связь свет рассказала, «Страшная тайна». Как клепаются такие приговоры и какова роль, позорная роль судей в таких процессах? Слушаем, Наташа Васильевна. То, что приговор был привезен из Моноскорсуда, я это абсолютно точно знаю. Все судейское сообщество понимает прекрасно, что это заказное дело, что это заказной процесс. И все сочувствуют и понимают Виктору Николаевичу, но как выйти достойно из этой ситуации, наверное, не знает никто. Ну, судить судью Данилкина, мы это о нем была сейчас речь, мы пригласили первого нашего партнера классика, Николая Алексеевича Некрасова, героя произведения Быкова Некрасова «Две бабы», ну, собственно, Наталья Васильева и Фемида. И вот об их женской долюшке горюет гражданин Некрасов Собчак. Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Америка, юга. АПЛОДИСМЕНТЫ Доля ты, русская долюшка женская, Ты и теперь нелегка. Женщины есть, заявляю торжественно В русских селеньях пока. Где тот мужчина? Растерли мы в пыль его и превратили в осла. Русская баба Наташа Васильева Нас от бесчестия спасла. Ты рассказала достойно, и пылка нам, Сильно смутив большинство, Как Мосгорсуд обходился с Данинкиным, Как нагибали его. Сам-то Данилкин ни в чем не признается, Знай себе, пьет корвалол. Видится робость пожившего зайца В глазе его кровяном. Стыдно нам нынче лагунам и безбожникам. Бабы, один наш оплот, Только некрасовским горьким трехсложникам Муза об этом споет. Все мы сегодня задавлены крабами Из тяжких кремлевских галер. Все, что приемлемо, сделано бабами. Дети. Наглядный пример. Бабы ворочают бабками, шпалами, Держат ТВ и печать. После с мужчинами местными вялыми спят, Умудряясь кончать. Тем причитается, кто нарывается, Мало свободных людей. Ясно, что нынче протест вырывается Только из женских грудей. Вся наша жизнь пропита и прокурена. Вся она россыпь грешков. Если б не русская баба Батурина, Где бы сейчас был Лужков? Что, что Данилкин ему фиолетово Сдал свою пресс-атташе? После демарша постыдного этого Он не мужчина вообще. Нет, мужики, оправдаться не пробуйте, Не напрягайтесь, увы. Если в России имеются проблити, Это, естественно, вы. В вашем мужском перепуганном лебеде Женственность в полной красе. С яйцами тут. Ходорковский и Лебедев. Баба же с яйцами все. Вас, мужики, энтропия осилила, Продали совесть и честь. Русская баба Наташа Васильева Все рассказала, как есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ